Как поступить в военный вуз и пополнить ряды русских офицеров, узнаем прямо сейчас в программе Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях военный комиссар Нинецкого автономного округа Игорь Ибраев. Игорь Наилович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Скажите, правда ли, что в военные вузы нужно сдавать документы ранее, чем в обычные? С чем это связано? Да, получается так, что сдавать надо раньше, чем в обычные, потому что поступление в высшее военное учебное заведение Министерства обороны происходит только через военные комиссариаты. И прежде чем эти документы попадут непосредственно в высшее учебное заведение, эти документы собирают с военным комиссариатом, молодой человек проходит медицинскую комиссию, по нему проводятся проверочные мероприятия через соответствующие органы. И только после этого документы уходят не в высшее учебное заведение, а опять-таки военный комиссариат у нас в Архангельской области. И затем только документы попадают в это учебное заведение. То есть это все затрата времени происходит. То есть если молодой человек или девушка приезжает в вузы военные, то его там уже, соответственно, с документами не пустят. Нет, конечно. Только через военный комиссариат. Большой список документов необходимо приготовить? Ну, в общем-то, документы все те же, что и в обычные учебные заведения, за исключением там будут документы состояния медицинского здоровья. И кроме того, то, что мы проводим проверочные мероприятия по молодому человеку и плюс физическая подготовка. Проверочные мероприятия. Вот какие ограничения? Ограничения это судимости самого, соответственно, молодого человека были или нет, и его близких родственников. Мать, отец, братья, сестры. У нас есть возможность, у наших ребят, вернее, поступить не только в высшие военные учреждения, но и в СУЗы. Ну, средние специальные. Да, совершенно верно. Сейчас практика очень удобная. В тех же высших учебных заведениях есть средняя, то есть практически база одна и та же. И если человек желает поступить на средний, может поступить на средний. Соответственно, уровень требований, он не такой высокий, как высшие. А преимущества потом при поступлении в ВУЗ у него будут? Конечно, конечно. Преимущества даже у тех, кто поступает непосредственно в срочную службу. Естественно, они идут все вне конкурса. Единственное, если через среднее этот путь увеличивается по срокам, то есть ты закончишь сначала среднее, потом уже поступишь высшее. Нужно отметить, что должно быть хорошее состояние здоровья. Да, естественно. То есть если есть какие-то ограничения по состоянию здоровья, но там зависит... Там высокие требования, потому что существует такое мнение, что очень сложно именно по состоянию здоровья туда попасть. В каждое учебное заведение требования разные. Есть у нас учебное заведение, допустим, летчики, есть связисты, есть столовики. Это же разное состояние здоровья требуется. Поэтому везде по-разному. Тут нельзя что-то сказать общее. То есть это смотря конкретно, куда молодой человек хочет поступать. И он по этому поводу может проконструироваться и по военному комиссарию. То есть мы подскажем. Если по состоянию здоровья что-то не проходит, не может пройти, допустим, военно-морское училище, плавсостав, то, естественно, мы можем посоветовать, и человек может поступить в другое учебное заведение. По каким военным специальностям обучают в вузах и СУЗах? Самые, может быть, популярные среди абитуриентов? Вы знаете, я хочу сказать, что по всем, вот что у нас есть, гражданские вузы, соответственно, по всем специальностям обучаются высшие военно-морское учебное заведение. Соответственно, вот, например, берем Михаиловская военно-артиллерийская академия. Там готовят артиллеристов и офицеров, обеспечивающие стрельбу артиллерии. А гражданский диплом программист. И причем он гражданский диплом, а не общий российского образца. То есть обычный гражданский диплом. Я заканчивал высшую учебную заведение, у меня, соответственно, гражданский диплом инженера эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры. Поэтому, в общем-то... То есть, если он даже не захочет связаться с военным делом? Дело не в том, что не захочет, а в жизни всякого бывает. Может быть, какая-то болезнь появится, какие-то противопоказания. То молодой человек может спокойно на гражданке найти себе применение. Хочу сказать даже больше. Многие, кто служил кадровую службу в армии, добиваются больших успехов на гражданском поприще. Вот мы с вами предварительно обсуждали. Ну, возьмем главврач нашей окружной больницы. Он бывший военный врач, губернатор, председатель окружного собрания, депутат государственной дубы Коткина. Ну, то есть, они все бывшие военные. То есть, из них, получается, хорошие руководители. Да, потому что сама система такова. Во-первых, дело не в жесткости. Дело не в жесткости. Дело в том, что сама материально-техническая база и система преподавания дает очень хорошие знания и навыки. А уже вторая вот эта вот воинская дисциплина, она мобилизует человека, приучает работать в команде. Ну, по многим направлениям можно сказать, что казаков, закончившие высшее военное учебное заведение, в общем-то, на голову выше, чем кто заканчивает гражданский возраст. Еще одно преимущество, что ребята находятся на полном гособеспечении. Это так на самом деле? Там система такова, что поступившие в высшее военное учебное заведение... Только высшее, да? Или в среднее? В среднее то же самое. Но у нас в основном высшее идет. Хотя и в среднее вот мы уже отобрали ребят. Там система такова. Первый год. Юноша является на служащем срочной службы. И он находится на казарменном положении. Ну, то есть, как обычно, и молодой человек, который служит в армии. Соответственно, на втором курсе он подписывает контракт с Министерством обороны и становится военнослужащим по контракту. И, соответственно, и денежно-довольствие соответствующему. Ну, а обеспечение, все как положено. Питание и денежное удовольствие, и форма, и бесплатный проезд в отпуск. Все как положено, в общем-то, в военной системе. Все предоставляется. Нужно сказать, что и у студента есть ответственность. Если он по каким-либо неуважительным причинам отчисляется, да, то он обязан вернуть денежные средства. Так, на самом деле, или нет? Да. В общем-то, я не хочу вдаваться в эти детали. Он подписывает контракт соответствующий. Я хочу сказать, что если, ну, скажем так, гражданские вузы часто бывают отчисления по неуспеваемости, то в военных заведениях почти такого не бывает. То есть все, кто туда поступили, если они уходят, то уходят, потому что им что-то, что-то их не устроило. А так, и этот процент очень низкий. То есть процент окончания высших военных учебных вузов выше, чем гражданских вузов. Ну, смотрим, изначально, конечно, гражданские можно поменять, то военное учебное заведение не поменять. То есть если ты туда поступил, ты не можешь перевестись в другое. Ты должен закончить это. Если тебя не переведут. Потому что в свое время я учился, в начале 70-х, у нас бывало, что курсанты ребят перебрасывали в другие, ну, того же профиля выше, чем заведение, в другой город. Ну, там уже зависим был от, как сказать, дефицита кадров. Есть ли какие-то ограничения по возрасту? Понятно, что в обычный вуз мы хоть до 80 лет можем поступить здесь, наверное. Да, конечно. Нет, нет, конечно. Ситуация другая. Не называть, что армия – это и карьерный рост, и, допустим, кому нужен лейтенант, которому 40 лет в армии. В этом уже возрасте обычно полковники. Поэтому, да, есть ограничения поступления. Поэтому детальные информации, если вот кто-то заинтересуется, я рекомендую обратиться в военных комиссариат, там расскажут, какие, в каком возрасте, какие требования, какие специальности готовятся. Я хотел бы обратиться вот не только, у нас мы беседы проводили по школам, я хотел бы обратиться и к родителям. Да, чтобы, если вы заинтересованы, что ваш молодой человек 5 лет будет гарантированно учиться, а не гонять баклуши где-то, неизвестно раз. Во-вторых, быть обеспеченным от государства, получить хорошую специальность, в том числе и гражданскую, и, в общем, получить хороший зачин на будущее, то побеседовать с своими ребятами, с детьми, и, может быть, есть смысл поступить в военно-учебное заведение. Есть ли офицеры в юбках? Да, сейчас очень много, и мало того, не то, что юбки есть при высоких званиях. Достаточно, вы же видели, парады, проходящие в Москве, целые коробки. Это, скажем, лучшие из лучших отобранные. Это целые учебные заведения, где обучаются девушки. И женщины, у нас есть и генералы, и полковники в разных званиях, в общем-то. В основном, конечно, готовят специальности такие, это связисты. У нас есть Академия связи. Медики наверняка. Да, да. Военно-медицинская академия, я считаю, что военно-медицинская академия, которая находится в Санкт-Петербурге, самое престижное медицинское учреждение. Вот реально. У нас вообще в основном высшее учебное заведение находится в городах миллионников. То есть, тоже касается родителей, ваш сын уедет не куда-то, куда Макар телят не гонял, а по крайней мере пять лет проводит в хорошем городе. Это Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, вот, ну, перечислили Казань. А условия в этих учреждениях хорошие для студентов? Вы знаете, я заканчивал Ленинградское, выше чем заведение. Сейчас в моем заведении находится Суворовское училище, Ленинградское. Ну, Санкт-Петербургское я сейчас уже, как по Сталинке называю. Условия просто изумительные. Я туда в прошлом году приезжал посмотреть, я был шокирован. Вот, честно, для меня это было. И даже хочу сказать, может быть, я даже с этими условиями не совсем согласен, что, может, не надо молодых человек расслаблять. Там вплоть до того, что горячая, холодная вода, стиральные машинки, душевые, ну, великолепный читальный зал. Ну, все это в Сталинном Сталинке плюс к тому добавляю. И я хочу сказать, что условия, может, даже парафинные какие-то. Но я учился чуть в других условиях, скажем, с нами так особо-то не воландались. А наши девушки поступали, девушки из Ненецкого округа военных? Нет, к сожалению, нет. Но у нас в Ненецком округе в войсковой части проходят девушки, военнослужащие, есть офицеры, офицеры служат. В общем-то, это вполне реально девушке поступить. И в том числе есть у нас финансовое училище, есть в Ярославле, есть финансовое училище военное, пожалуйста. Есть в Москве военный институт, готовящий юристов, психологов. То же самое в Санкт-Петербурге, вот я уже говорил, есть Академия связи. Игорь Нареевич, сейчас очень популярно юно-армейское движение. Оно как-то влияет на поступление в среднеспециальные учреждения? Вы знаете, ну я на опыте, я скажу честно, я на опыте нашего округа этого не заметил. Почему? Потому что оно как-то размывается. Понимаете, все-таки военное образование, наверное, будет как-то обособлено. У нас это происходит в обычном общеобразовательном учреждении. Это влияет только единственное на то, что, во-первых, ребята закаляются физически, все-таки там и занятия в военной направленности происходят, и духовно закаляются, и какое-то будет представление о специфике вот этих занятий разнообразных. Потому что там и стрельба у ребят есть, и стрелкового оружия занятия. Вот. А так особого влияния я не ощущаю. Есть ли военные летчики среди наших жителей? Знаю, что один молодой человек поступил в Сызрань, если не ошибаюсь. Да, да, да. Есть у нас, кстати, я не буду фамилию называть, у нас даже здесь в нашем авиаотряде работают летчики, которые заканчивали Сызранское училище летчиков. Да, есть, есть. То есть он еще обучается, этот молодой человек, да, проходит? Нет, он уже здесь в руководящих должностях в авиаотряде работает, но он заканчивал именно Сызранское военное училище. А в настоящий момент там тоже наши обучаются ребята? Ну вот один. Один был, да. Но тяжело это поступить все-таки, да? Очень тяжело. Ну, летное, прежде всего, скажем, это здоровье, здоровье, и поэтому в основном из-за этого, ну, плюс, конечно, требования сейчас по обучению, но в основном, мне кажется, здоровье. А сколько там лет нужно обучаться? Как в обычном учебном заведении, там тоже, там, кстати, Сызранское готовят по двум направлениям, среднее образование и высшее. У нас есть летное училище летчиков, это в Краснодаре. Там готовят истребители, бомбардировщиков, стратегическая авиация, и также и среднее образование техники, то есть на обеспечении. Мы направляем в любое учебное. Вот захочет молодой человек на Дальний Восток куда-нибудь поступить, в военно-мужское училище, пожалуйста, пожалуйста, только от его желания зависит. На ваш взгляд, еще какие плюсы, привилегии есть у ребят, обучающихся в военных училищах и высших военных заведениях, от обычных? От обычных? Ну, мы, в общем-то, уже их оговорили. Это ответственность, дисциплина, отличия. Ну, а так, привилегии. Я хочу сказать, что и при устройстве гражданки уже на работу работодатель, я знаю это точно, если узнаешь, что кто поступает на работу, офицер, офицер, узнается статья о увольнении, то есть как он служил, как уволен, и если все это положительно, обычно этому человеку начинают доверять, и обычно берут на работу. Это вот чисто из практики, как руководителя. После обучения ему уже присваивается звание, это будет при выпуске? Ну, все как обычно происходит. Идет ГУСы, защита дипломов, и, соответственно, с получением диплома высшего образования выдается, соответственно, и присваивается, вы сказали, министром обороны, лейтенантом. Вы как-то общаетесь с ребятами, которые отучились, держите связь с ними? Да нет, у нас особо это... Ну, как только связь с тем, что если приходит... У нас военнослужащие, которые прибывают в отпуск сюда, в Нинский округ, в Наринмар, соответственно, обязаны прийти в военкомиссариат и встать на воинский учет, на период нахождения в отпуске. Ну, вот так вот общаемся. А так, в общем-то, переписками особо не общаемся. Еще одно из привилегий, то, что 100% ваш ребенок будет трудоустроен. Это так на самом деле, да? Да, ну, конечно, потому что Министерство обороны тратило денежные средства, а как он не трудоустроится? Хотя был у нас период в нашем государстве, когда лейтенантов выпускали и сразу же увольняли приказы министра обороны. К счастью эти... Это 90-е годы, да? Да, 90-е годы, начало 2000-х. Эти времена прошли, а потом, кстати, вот так увольняли, а потом начали искать специалистов. Понимаете, вот такие бросания были с стороны в сторону. К сожалению, такое было, но сейчас такого нет. Игорь Нейлович, расскажите об итогах призывной кампании. Закончена она, и вас можно поздравить. Вы держите второй год подряд уже марку и занимаете третье место. Вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле призыв в нашем округе он всегда осуществлялся в плановом порядке, в плановом режиме, без всякой хаотичности, и организованно все было. На самом деле, второй год у нас лидирующие позиции у военного комиссариата по призыву. Ребята пошли служить в основном у нас на Северный флот. У нас расклад такой, что с Заполярного района у нас ушло 55 ребят, и 70 человек с Наринмара служить. В основном это Северный флот, потом по количеству идет Западный военный округ. Он, конечно, огромный, и перечислять, куда попадает, смысла нет. Вот ребята пошли, попали в Росгвардию у нас, и ВДВ служат. В общем, по разному направляем, направляем. И в основном служат честно, с достоинством. Многие приходят с благодарственными письмами, ребята, и без замечаний. Но на моем веку осужденных и прочих не было. Вот сколько я помню, здесь в войну комиссарам я служу, работаю. Ну, бывают случаи, что некоторых комиссуют по состоянию здоровья. Такое бывает. Но опять-таки все заболевания, они были не больные призванные ребят, а в ходе прохождения военной службы. То есть то, что мальчик там больным пошел, и наша была вина, такого нет. Остается потом служить по контракту? Вы знаете, да. Я хочу сказать, что мы по контракту тоже направляем молодых людей. И у нас сейчас в прошлом году туго начиналось это, когда мы направляли. А сейчас, в общем-то, мы опять-таки переполняем планы. Ребята идут служить. Служить идут и в том числе в войсковой части, которая находится здесь, на территории округа, вот в поселке Искателя. Естественно, это идут те, кто служил в армии. Кто непосредственно остается в войсковой части, такие и есть. Но не по Ненинскому округу. Почему такие и есть? Потому что я как летел в самолете с молодым человеком в форме, я говорю, а что, демилизовался? Он говорит, я на медицинскую комиссию решил пойти по контракту со срочкой. Меня направили в Песецк, он с военно-космической силой шел, и меня направили в Песецк, чтобы я прошел медицинскую комиссию. То есть такие случаи, они и бывают. Но у нас в основном идут, конечно, служить в местные силовые структуры. Вот сейчас много очень в Росгвардии пошло служить. И, ну, и в МВД. Правда ли, что с следующего года, полтора года, служить в армии нужно будет? Я такого не слышал. Нет? То есть это все слухи, да, Игорь Найванович? Это, кстати, эти слухи не первые годы об этом говорят. Вот. И я эти слухи служу в последнее время лет пять уже. А на ваш взгляд, это достаточно год? Вот раньше было два года, нет? Нет. Нет. Недостаточно. Даже полтора года недостаточно. Надо, как минимум, два года. Многие родители очень боятся отправлять ребенка в армию, потому вот вы слышали, да, как наши коллеги рассуждают, боятся, что там какие-то есть издевательства. Сейчас же это очень строго. Все под контролем государства, и такого уже, ну, я думаю... Вы знаете, я хочу сказать, это не только сейчас строго. Это было всегда строго к этому, и многие начальники лишаются своих должностей за неустановые взаимоотношения, которые происходят в частях и подразделениях. Просто сейчас все больше систематизируется, то есть система управления начинает работать более грамотно и четко. Сказать, что таких случаев не бывает, это глупо. Конечно же, они бывают. Это жизнь. Вы возьмите любого учащегося в школе, в профессионально-техническом училище, в каком-то техникуме, в мужском коллективе. Всегда выясняется, кто сильнее, кто слабее. Я хочу сказать, ну, как правило, то, что случается с каким-то молодым человеком, виноват в этом он сам. И его родители. Из-за такой позиции, которую вы сейчас высказали. Ну, как это можно сказать? Типа, вот ты не пойдешь, вот... Ну, слышали разговор, что я не пошел выше учебного заведения, потому что бабушка сказала, что вдруг тебя отправят в горячую точку. Ну и что? Ну, отправят. Ну, если ты изберешь сознательно военную профессию, будь готов, что тебя могут направить выше, в военную, где-то, где происходят боевые действия. Поэтому, ну, не знаю. Во-первых, то, что происходит в армии... Армия вообще это продукт нашего общества. Он неразрывный. Что происходит у нас в стране, то и практически... Даже хочу сказать больше, еще в армии по уровню лучше. Потому что там хоть какая-то опека, какой-то контроль. Тобой руководят, тобой командуют. Вообще, пока ты рядовой, неважно, курсант или служишь срочную службу, самые такие годы счастливые. Когда отвечаешь только за себя и ни за кого больше. Но ваши годы были счастливые, студенческие, военные. Ну, к сожалению, у меня это самое. У меня так сложилось, что я в училище со второго курса был старшиной роты. И вот сейчас уже, тогда-то было вроде бы нормально. А сейчас вспоминаю, думаешь, зачем? Был бы вот обычным курсантом. Вот. Это самое счастливое время, когда ты ни за кого не отвечаешь. Общаетесь до сих пор со своими служивцами? Да, да. Общаюсь до сих пор с теми, с кем я даже в Суворовском училище. Учились ребята, мы в интернете все общаемся. Я уж не говорю, что в военном училище, с кем служил. Скажу больше. Я в училище был, командовал с зодом курсантов и ротом курсантов. То есть, когда кончил, я остался в училище. Это было в Ленинграде. И я общаюсь и дружусь с ребятами, с которыми у меня... Ну, я был командиром. Это войсковая дружба, она серьезная. Самая крепкая, да? Да, потому что человек в это время испытывается именно на крепость, силу духа. На прочность. Да. Многие связали свою жизнь с военным делом? Вот из вашего выпуска. Ну, у нас, когда я учился, есть вопрос, так не ставился. Отчислиться с училища было очень сложно. Ну, скажем так, практически невозможно. Должен был быть серьезный повод, чтобы выйти. То есть, какое-то серьезное заболевание. А ввиду того, что все поступают все-таки через медицинскую комиссию, и априори на 99% здоровые ребята поступают, то даже, я хочу сказать, в те времена, когда я служил офицером, это было нелегко уволиться досрочно. То есть, вход был один, а выхода не было. Какие еще есть привилегии у военных? Понятно, что они заканчивают свои учреждения, выходят, начинают семейную жизнь. Я знаю, что даже есть у них особые условия при ипотечном кредитовании, да? Да. Тут, кстати, очень много направлений. Ну, скажем так, военная служба, конечно, отягощается то, что ты военнослужащий, ты государев-человек, в любой момент тебе могут сказать, собраться и убыть туда-то, или выполнить какую-то задачу. Это вот все, как говорится, нагрузка на человека, скажем, на государева. Но с другой стороны, я хочу сказать, что отпуска у военнослужащих, ну, это здесь на севере большие, а ведь возьмем средняя полоса, там, отпуска-то ведь у людей-то небольшие. Конечно. У военнослужащих не зависит, где на севере, на севере. Ну, то есть, там идет за, как положено по закону наставству, на служащие, плюс идет уже за выслугу лет отпуск. Ну, и плюс, конечно, северный добавляется. Но все-таки отпуска большие, а проезд отпуска бесплатный. Если ты служишь на краем севере, у тебя идет продовольственный паек, плюс идут северные надбавки различные, там, коэффициенты. Что еще? Бесплатное лечение. Рано выходят на пенсию, я знаю, что вот, например, военные летчики, да? Ну, сейчас вы знаете, я хочу сказать, что, ну, летчики вообще есть, скажем, отдельницы были гражданские, они же раньше имеют право выйти на пенсию. Да, на самом деле, военные раньше уходят на пенсию. Но в мое время вообще я пенсионером стал в 33 года. То есть в 33 года я мог спокойно уволиться. Сейчас с этим увеличили сроки службы. То есть, там, что зависит от звания, в котором ты находишься там, до капитана один срок, до подполковника другой, когда ты можешь на пенсии до полковника, третий. Если ты генерал, вообще будешь до 65 лет, можно трубить на этой военной службе. Ну, тем не менее, все равно, это все раньше, чем у гражданских. А у жен, военнослужащих, тоже ведь какие-то привилегии? Ну, привилегии то, что если она подтвердит, что она не работала в связи с тем, что трудно найти было место работы, такие ситуации складываются. Жены, проживающие с военнослужащими в военных городках, там места работы нет. Соответственно, пенсию будет обычную трудовую получать, как будто она работала, если представить соответствующие документы в наши органы социального обеспечения. Ну, у военных пенсия вообще она другая. Во-первых, она выше, чем у гражданских лиц. Я хочу сказать, неплохая пенсия. Хотелось больше, но неплохая. И она не гражданская, это от Министерства обороны пенсии идет. То есть мы не состоим на учете пенсионного фонда нашего. Как говорится, какой офицер не мечтает стать генералом? Легко ли заслужиться до генерала, до подполковника, Легер Иванович? Вы знаете, я прослужил в вооруженных силах 31 год. Календарно. В различных давностях, в различных местностях. Начиная в Казань, Ленинград, Вологодская губерния, Архангельская. Вот видите, службу я закончил здесь, в Министерском, нашем доблестном округе. Я хочу сказать, что вот скажи мне, хочешь быть генералом? Я скажу нет. Это возрастное. Я часто вспоминаю... А раньше, наверное, хотели. Да, это я вот вспоминаю фильм такой был, Чапаев, когда Петька спрашивал Василия Ивановича, а ты вот сможешь командовать там, а армией, а фронтом? И тут то же самое. Пока ты молодой, ты можешь думать, что все могу. А когда доходишь до определенной возрастной, возрастного уровня, определенной дворцей, уже начинаешь понимать нагрузку и сложность возлагаемых обязанностей, должностных, это тяжело. Даже возьмем вот должность командира полка. Что это такое командир полка? Это практически государство в государстве. Там есть все в полку в этом. Хлеба, комбинат свой, прачечная, баня, ну все свое. То есть он есть, он, конечно, форму себе не счет и получает. А так это организация такая, которая может прожить самостоятельно, получая продукты определенные. То есть он еще и хозяйственник? Конечно, и это очень тяжело. Я могу сказать, это все несложно ответить. Вот мы коснулись вопроса, что курсантам хорошо. А если ты руководитель какого-то определенного ранга, если чем выше ранг, тем ответственность на самом деле все возрастает, возрастает. И когда ты этого касаешься, ты начинаешь это понимать. Пока ты не молодой и горячий, думаешь, а что там? Все справимся. Игорь Владимирович, давайте подытожим наш диалог. Все-таки, чтобы поступить в военное училище или военный институт, наши ребята должны до 20 апреля принести документы. Ну, давайте скажем так, не до 20 апреля, до конца апреля. До конца апреля. Дальше уже мы организуем его медицинское свидетельство, непредготовку документов. Единственная, конечно, сейчас милость в том, что раньше и проезд был бесплатный, то сейчас проезд не бесплатный, а за счет кандидата, поступающего в какое-то учебное заведение. То есть задача молодого человека узнать, получить информацию. Даже если он, может, и не готовился стать военным, пусть получит информацию, посмотрит. Потому что мы коснулись этого вопроса, что все-таки это хорошая возможность устроить свою жизнь. Конечно. А ждете не только молодых людей, но и девушек. Для девушек тоже много. Да, 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 конечно, конечно. И мы в прошлом году он управляли, у нас девочки уходили. Поэтому пусть подходит. Желательно до конца апреля, чтобы мы успели оформить все документы, в мае уже отправились, соответственно, по команде. Где вы находитесь и по какому телефону можно завязаться? Мы находимся у профессора Чернова, дом 7, телефон 30-0-14. Игорь Данилович, спасибо большое за интересное интервью. Очень интересно было послушать о вашей биографии. Приходите к нам еще раз в гости. Спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был военный комиссар Нейтского автономного округа Игорь Ибраев. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!